Я думаю, если поставить на машину, то смотреться будет вообще очень круто. И разные оттенки мы можем включать. Двигая голову фонарика вперед и назад, мы можем регулировать радиус освещения. И переключаем еще раз, у нас загорается стробоскоп. Девушкам эта сумка очень пригодится, потому что в нее можно ложить всякую байду, там прокладки всякие. Продолжение следует... Продолжение питания 12 вольт, выходная мощность 10 ватт, рабочая температура минус 40 градусов по Цельсию и плюс 80. Waterproof и IP65, цветовая температура 3000-15000 кельвинов. Материал алюминий, цвет черный и так далее. Также здесь уже нарисована инструкция по подключению. Как мы видим, у нас подключаются две части лампы, то есть у нас сами ангельские глазки и отдельно сама лампа. Так, открываем нашу коробочку. Как мы видим, здесь у нас находятся две лампы и пульт управления, с помощью которого мы можем управлять этими лампами. Можем их включать, выключать, а также изменять их цвет. В комплекте этого набора идут две вот такие светодиодные лампы с ангельскими глазками. Также есть два крепления металлических, чтобы подцепить эти лампы, например, на бампер. Также болтики разные и пульт управления. Вот так выглядят наши лампы. Они у нас вот такого большого размера. Вот это вокруг колечка у нас считается ангельскими глазками. И потом посмотрим, как оно светится. Также есть у лампы вот такая замечательная большая линза стеклянная. И внутри находится 10-ваттный светодиод, который может менять цвета. Сам вот этот корпус изготовлен из металла. Довольно-таки добротно. Ничего здесь не болтается. Всё классно. От лампы идут четыре провода для подключения. Два провода идут для засветки самого 10-ваттного светодиода, который находится внутри самой лампы. И ещё два провода для засветки вот этих ангельских глазок. Сейчас подключим и посмотрим. На лабораторном блоке питания я выставил напряжение в 12 вольт. И теперь подключим. Сперва попробуем подключить вот этот 10-ваттный светодиод. И посмотрим, как же он светится. Подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Так, вот. Загорелась наша лампа разными цветами. Как мы видим, она у нас меняет сама режим. Синий, там красный, зелёный и так далее. Получается, у нас меняет цвет не вот эта обводка ангельских глазок, а меняет цвет именно вот эта вот линза. То есть, вот этот светодиод 10-ваттный, который находится внутри. Получается, у нас освещение такими разными цветами. Так, и теперь попробуем запитать сами ангельские глазки. Минус и плюс. Так, всё. Засветились у нас ангельские глазки. Я думаю, если поставить на машину, то смотреться будет вообще очень круто. Теперь посмотрим, для чего же нужен нам пульт управления и что он делает. Итак, достанем его из упаковки. Так, и теперь попробуем что-нибудь попереключать. И вообще, реагирует ли пульт на вот эти ангельские глазки? Как мы видим, если я нажимаю выключить, ничего не работает. Получается, наши ангельские глазки работают всегда и не реагируют ни на какой пульт. Наверное, пульт у нас реагирует только на внутреннюю часть этих ламп. Всё, я подключил наш 10-ваттный светодиод, который находится внутри. У нас режимы автоматически переключаются. То есть, цвета у нас меняются автоматически. Попробуем попереключать с пульта управления. Итак, попробуем сперва выключить нашу лампу. Да, нажал я на клавишу OFF и лампа у нас выключилась. Получается, нажимаем на ON и всё, у нас лампа заработала. Всё, пульт у нас отлично работает. И получается, управляет вот этим внутренним светодиодом в 10-ватт. Так, это у нас изменяет яркость самой лампы. Вот эти вот две клавиши. То есть, мы можем увеличить яркость и уменьшить. Так, далее мы можем включить какой-то цвет по отдельности. Вот я включил красный, зелёный. Потом это такой синий цвет. И разные оттенки мы можем включать. Так, далее у нас есть несколько режимов. Например, режим флэш. Вот я нажал этот режим. И получается, у нас цвета автоматически переключаются. Один за одним. Итак, что у нас выходит? Получается, с помощью пульта управления мы можем полностью изменять режимы нашей внутренней лампы. Также изменять её цвет, например, на зелёный, там синий и какие-либо другие цвета. Также изменять яркость этой лампы. Цена такого комплекта из двух ламп на Алиэкспресс составляет в районе 26 долларов. Это довольно-таки не очень много, но судить уже вам. Но мы переходим ко второму товару. Aliprice.com. Ваш экономичный помощник для Алиэкспресс. Второй товар будет более интересен велосипедистам, потому что здесь находится мощный фонарик. Но использовать этот фонарик можно не только велосипедистам, но и обычным людям. В наборе с этим фонариком идёт вот такое крепление для того, чтобы закрепить фонарик на руле велосипеда. Я так думаю, что его распечатывать нет смысла, потому что это обычное стандартное крепление. Так что отложим её в сторону. Вот такого небольшого размера наш коробочек, на котором написано что-то на китайском языке непонятное. Но мы это не будем читать, всё равно не поймём. Посмотрим на наш фонарик поближе. Так, у нас выпала ещё вот такая вот пластмассочка. Сейчас разберёмся, для чего она. Так, у нас в коробочке уже пусто. Вот такого небольшого размера наш фонарик. Он полностью сделан из металла, что очень хорошо. И довольно-таки увесистый. Внутри фонарика находится трёхваттный светодиод, который видно, если присмотреться через линзу. Вот такой вот у нас жёлтенький. Двигая голову фонарика вперёд и назад, мы можем регулировать радиус освещения. То есть, если мы двигаем голову вперёд, то радиус освещения у нас уменьшается. Если мы двигаем голову назад, то радиус освещения у нас уже гораздо больше. Что здесь и нарисовано. Сзади на фонарике находится вот такая кнопка, которая переключает режимы самого фонарика. Так, попробуем посмотреть, какие аккумуляторы сюда вставляются или же батарейки, откручивая вот эту заднюю крышку. Итак, мы её сняли. У нас крышечка с самой кнопкой снимается. И внутри фонарика находится вот такой отсек на три мини-пальчиковые батарейки. То есть, вы сюда вставляете три батарейки мини-пальчиковые, вставляете в фонарик и закручиваете крышку и пользуетесь фонариком. Или же можете использовать обычный аккумулятор 18650. Но тогда вам в комплекте нужно взять вот такую вот пластиковую фигню. Вот смотрите, у меня в руке находится аккумулятор 18650 на 37 вольта. А вот этот отсек под три батарейки будет в сумме давать 4,5 вольта. Получается почти одинаковое напряжение. Но чтобы использовать в этом фонарике аккумулятор 18650, нужно использовать вот такой пластиковый цилиндр, который сперва вставляется в фонарик, а потом уже сюда вставляется аккумулятор 18650. И цилиндр служит для того, чтобы ничего внутри не коротнуло. И далее потом закручиваем нашу крышку. Ну что ж, поставил я сюда аккумулятор и посмотрим теперь, как светит наш фонарик. Итак, нажимаем нашу клавишу. Как мы видим, у нас очень ярко загорелся светодиод. Это получается самый мощный режим. Попробуем переключить. Получается, если мы кликаем еще два раза на фонарике, то у нас уже фонарик светит немного тусклее. Нажимаем еще раз. Получается, светит еще тусклее. Так, нажимаем еще раз и у нас загорается стробоскоп. То есть, получается у нас четыре режима. То есть, получается три уровня яркости и один стробоскоп. Смотрим еще раз. Первый режим включаем, у нас самый яркий свет. Переключаем режим, уже немного слабее. Еще раз переключаем, еще слабее. И переключаем еще раз, у нас загорается стробоскоп. Стоимость этого фонарика с вот таким креплением на велосипед составляет в районе 9 долларов. И купить его можете в интернет-магазине Алиэкспресс, ссылка будет в описании. Ну а я покажу вам ещё один товар. Итак, у нас последний товар, он больше подходит для девушек, но и пацанам подойдёт, потому что впереди у нас женские всякие праздники, да и вообще праздники, и любимым девушкам нужно что-то дарить. Так что, вот товар. Пришла мне вот такая вот сумочка для всякой косметики для девушек. Ну и в принципе и пацанам можно использовать. Можно закинуть в эту сумочку какие-то плоскогубцы, молоток, там всякие отвертки и так далее. В принципе для этого можно использовать, но это как для меня. Но вообще вот такая вот небольшого размера сумочка с единорогом, у неё имеется также замочек, то есть мы можем открыть эту сумочку и сюда мы можем вложить какие-то там помаду, косметику всякую и так далее. Но для мужиков, если использовать, можно положить, как я уже говорил, сюда плоскогубцы, молоток, там гвоздей насыпать целую пачку и так далее. Но это шутка, конечно, вообще лучше приобретите вот такую вот сумочку для ваших девушек. Я думаю, они будут довольны. Сама эта сумочка изготовлена из довольно-таки интересного материала, напоминающий кожу. Вот такой нескользящий материал, такой мягенький и довольно-таки приятный. И в высоту получается вот такая вот высокая сумка. Также у сумочки имеется сверху вот такая вот ручечка, чтобы удобно её было переносить. И спереди на сумке есть вот такой единорог. Но вообще у продавца в продаже имеется несколько типов таких сумочек. Разные цвета и разные рисунки. Но я выбрал именно такой белый цвет, но вы можете выбрать уже на ваше усмотрение, на усмотрение ваших девушек. Но я всё-таки парень, а не девушка, так что не буду больше обозревать такой товар. Ну что, дорогие друзья, подведём итоги, что мы с вами сегодня обозревали. В первом обзоре были вот такие замечательные туманки с ангельскими глазками, мощностью в 10 ватт каждая. Также этими лампами можно управлять с помощью пульта управления, а именно менять их цвет, режимы и так далее. Далее мы с вами рассмотрели вот такой замечательный фонарик для велосипедистов, с вот таким креплением на велосипед, а именно на руль. В этом фонарике находятся целых 4 режима, 3 уровня яркости и 1 стробоскоп. Довольно-таки очень хороший фонарик, металлический, я думаю, всем понравится. И в третьем обзоре мы с вами обозрели вот такую женскую сумочку. Девушкам эта сумка очень пригодится, потому что в неё можно ложить всякую байду, там прокладки всякие, косметику и так далее. Так что ссылки на эти все товары вы найдёте в описании к этому видео. Переходите и покупайте, если вам это интересно. Ну а с вами был, как всегда, Влад Ютубер. Подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Также ставьте лайки, пишите свои комментарии и рассказывайте о видео своим друзьям. И до новых встреч и новых обзоров. И, конечно же, самоделок. Пока!